привет друзья сегодня я запишу ролик которым прокомментирую партии матча с виталием киселевым сыгранные на сайте лечес на площадке лечес с контролем 3 плюс 2 ну да и сразу и начну дальше буду затягивать с этим так давайте попробуем так первую партию я играл черными в описании к ролику я прикреплю ссылочку на скачивание всех десяти партий все 10 партий я прокомментировал ну как для себя именно как для себя можете скачать в первой партии ферзьевый гамбит я предложил сыграть защиту немцовича но вот это то есть ходом конца 3 белые могли сыграть точнее сказать белые могли сыграть конца 3 и я собирался играть слон b4 в одной из следующих партий у нас это встретилось ну в нашем диалоге виталий первой партии не захотел защиту немцовича тогда я предложил ему поиграть каталон здесь может белые могли сыграть g3 и этого желание у виталия не было он сыграл конца 3 здесь огромное количество интересных ходов есть ход dc есть ход c6 я выбрал конь d7 и на слон g5 снова можно сыграть c6 предлагаю белым поиграть варианты связанные с ходом ферзь а5 тембридж спрингский вариант так называемый есть ход который я сделал да есть ход опять же dc тоже очень интересный я предпочел пойти слон b4 и виталий немедленно забрал на d5 переведя карлсбасскую структуру основной линией здесь является е3 ну там полным полно теории есть игры где черные ходят на c5 на ладья c1 вот c5 уже не очень хорошо после c5 dc ферзь а5 комментатор одной из партий которые вклеены то что мы смотрим считает что здесь у черных неприятности большие но на ладья c1 вполне логичен ход c6 есть еще и рокировка c6 вполне логичный ход ну на и на е3 у черных очень сильная идея ферзь а5 и грозит конь е4 я при привел несколько партий здесь у черных полный порядок руана играл и другие известные шахматисты думаю не безинтересно будет посмотреть тем кто решил потратить свое внимание свое время на просмотрах этого ролика есть ход ферзь c2 здесь тоже после а6 у черных должен быть полный порядок хотя вот в этой вот эта партия встретилась эта позиция встретилась партии карлсон грещук и карлсон победил но на е3 надо было бить оказывается на d2 и только потом заходить за слоном g3 и тогда у черных полнейший порядок может быть даже лучше я так вместо этого виталий сыграла 3 после слона е7 получилась позиция из ферзь его гамбита карлсбадский вариант которым белое потратили темпы на ходы ладья c1 и а3 два необязательных хода у них в планах b4 b5 b2 b4 можно попытаться провести без хода а3 помощью допустим ладья b1 это выглядит логичный а поле c1 обычно оставляется для другой ладьи если белое начинают атаку пешечного меньшинства также я привел тут кучу теории на тему слон бьется 3 ладья бьется 3 а6 ну что были так бы была такая возможность по моему следующей нашей партии я указал чуть больше а здесь привел такую линию что в общем то у черных полнейший порядок а в случае bc ферзь а5 подвисает пешка а3 и у черных несмотря на то что белое обладают пока что преимуществом двух слонов слон c8 стандартно считается не очень хорошим но на деле ничего плохого в нем тоже нету и вот эта позиция уже с перевесом у черных они опережают в развитии в общем стоило взять на c3 также я рассматриваю интересный ход слон d6 так александр моисеенко сильный украинский гроссмейстер играл против сильного украинского блитсора уже гроссмейстера александра зубова и сумел его вот здесь переиграть хотя позиция безусловно равная например он такая же равная какая возникла и у меня цветали мне у меня не возникло равной позиции извините что ввожу в заблуждение последовало е300 слон d3 и в общем то я начал проводить стандартный план здесь намного интереснее другие ходы о е4 слон е6 играл серии изданов против ткачева добился ничьей еще в 2 в далеком 2005 году он е4 встречалась тоже в целой массе партий и в вполне нормальными результатами опять же для черных очень интересный ход слон d6 тоже принес черным победу в одной из партий хотя конечно же о преимуществе черных тут речи на мой взгляд не идет позиция равная без ферзи эта позиция на мой взгляд совершенно беспроблемная я сделал ход g6 стандартный план он идет на g7 и размениваются белопольные слоны после а4 ладья c8 это чтобы белая пока что о ходе b4 не думали и здесь стандартный ход b5 решал все проблемы черная лошадь перескакивает на c4 и равенство я сделал слабый ход конь е4 белое могли взять на е4 и вот эта позиция у них уже однозначно приятно между плюс равно и плюс минус столбик вместо этого виталий разменялся на е7 и позиция визуально приятнее у белых а на деле ничего особенного нет одна слабость c6 она защитима то есть черным главное не получить еще слабость на h7 то есть после перехода в эшпиль не пропустить момент для того чтобы сыграть h7 h5 не позволяя путем же 4 зафиксировать еще одну слабость ну тем не менее определенное давление у белых есть и после ладья c2 черным надо еще аккуратно защищаться а последовало конь d2 и здесь удар конь бьет f2 я даже не стал считать хотя очевидно что у черных здесь три пешки за фигуру он дает какую-то несусветную оценку типа плюс 3 в пользу черных ну на деле у них пока что три пешки за фигуру и компенсация великолепная то есть я бы так оценил это если бы увидел я взял на d2 и позиция равна потом вокруг этого равенства мы очень долго бродили конечно ладьи мне стоило поменять я зевнул пешку на d5 очень стыдно я сделал ход тут же увидел удар но его тут же нанесли любой ход позволял поддерживать беспроблемное уже равенство слишком мало у белых осталось фигур чтобы создать серьезное давление на пешку c6 и к тому же конь c3 на нее и напасть полком не может после конь бьет d5 черные остались без пешки ну и объективно эта позиция проигранная белым стоило пойти коня 4 с идея направить коня на d7 откуда он и королю создает угрозы и при случае на e5 может попасть с выигрышем пешки c6 скорее всего но очень аккуратный виталий сыграл конь d1 и через несколько ходов зевнул мне лишнюю пешку в 4 грубый зевок ну и дальше мы еще сделали очень много ходов и еще интересного не было первая партия сослужила очень плохую службу она до конца была ничейный пару раз виталий отказывался от ничьей может просто не знает как это делается но его от повторения ходов тоже уклонился в общем это незаслуженная совершенно победа позиция ничейная немножко выбило меня из колеи то есть следующей партии следующей партии виталий на меня напал ворским гамбитом или как говорят на западе гамбит гамбит бенка пал бенка это выдающийся шахматист известен ряд партии его с фишером в этом году по моему он умер только такой возрастной партии с фишером естественно он известный тех в которых он красиво проиграл и быстро но на данный момент вариант который мы разыграли является одним из основных ни разу виталий не рискнул сыграть здесь слон же 7 вместо слон бьет а6 это вторая линия а вот после хода а4 на мой взгляд позиция черных крайне тяжелая самое простое здесь это по сакаеву ферз c2 сакаев рязанцев ставили ферзя на c2 коня на b5 и вели слона на c3 вот рязанцев руслана нас очень четкое решение у белых очевидный перевес то есть черные для чего избавились от пешек а и б для того чтобы работать тяжелыми фигурами по этим вертикалям пешка а4 с конем на b5 полностью обесценивает их идею при случае пешка а4 может стать опасной проходной перс е2 тоже хороший ход здесь есть масса интересных идей я тоже вклеил несколько партий доказывающих что так играть можно просто в этой позиции белые обязаны были пойти конь b5 и снова несколько партий показывающих что здесь все хорошо убил я сыграл слон d2 пользуясь тем что черные не могут забрать на b2 из-за вот такой потери ферзя вот но на конь е8 должен был сыграть конечно ладья hb1 вылетела у меня из головы это классическая партия накамура балаган то есть это я не придумал все за доской в лиц как казалось я это все знал когда-то изучала у меня в файлике это все было записано партию вы найдете я сыграл h4 это не точность после ферзь а6 у черных несмотря на отсутствие пешки уже неплохая игра он бы 5 нету потому что пешка на b2 висит а теперь коняна b5 не пустили то есть компенсация определенная за пешку есть стоило пойти h5 наверное но без ферзей белые вряд ли заматуют то есть как это не парадоксально в этих окончаниях у черных полный порядок хотя виталий действовал на мой взгляд очень неудачно он сыграл ладья b6 теперь он должен был ходом f5 разбить ну снять защиту спешки d5 и попытаться получить мощнейший центр привести его в движение и смять белые фигуры после хода ладья b4 мне удалось консолидироваться и вот эта позиция уже очень мощный ход ладья а3 поднял мне было очень приятно такие сильные ходы умудряюсь находить при ограниченном времени и здесь ходом слон d2 белые просто выигрывали слон d2 идея в том что на ладья b5 будет конь c4 и пешка f5 теряется взятие на e5 опять же черные тоже не могут допускать потому что потом слон станет на c3 и король отправится на c4 а после ладья бьет b2 теряется пешка f5 снова и белые запускают проходную на другом фланге конь c6 равен ровно одной пешке a5 которую он сторожит он не в состоянии перейти на королевский фланг по сути у белых лишняя фигура а я сыграл слабо b3 но тем не менее после конца 4 перевес сохранялся я сыграл опять же вот снова слабо f4 и на слон но мой противник ответил совершенно ужасным активным ходом слон d4 теперь элементарная слон d2 король d3 позволяла сожрать ладью и выйти вперед со счетом уже 20 это наверное меня совсем бы убило психологически я сыграл король d3 после слона f2 у черных уже черными захвачена инициатива ладья осталась в центре пешки теряются вместо h5 еще была возможность сыграть b4 и здесь связи с идеей переброски короля на b5 пока мой противник занимается пешка аж у белых есть определенная компенсация за потерянную пешку ну ужасная h5 и в общем то здесь уже виталий был без жалости оставил мне без фигуры в следующей партии следующей партии он допустил защиту немцовича первый и последний раз ферзь b3 редкий вариант чаще ставят ферзя на c2 здесь можно сыграть а5 но в ответ на а3 ни в коем случае нельзя ловить ферзя путем а4 потому что ферзь уйдет на c5 и не поймается то есть это только при пешке на d6 работает есть один из вариантов таких ход c5 считается сильнейшим здесь самым популярным ходом является конь c6 я сыграл конь а6 так тоже играть можно ход достаточно неплохой на тему конь c6 я вклеил несколько интересных партий и первое которое просто обязательно которую обязательно должен знать шахматист играющий этот вариант это партия штальберг алехин гамбург 1930 год с комментариями штальберга опять это вот еще раз мне извините конь f3 0 0 слон g5 ну и я сыграл а6 хотя очень интересным является ход ферзь а5 так играл корчной и после слона f6 gf у белых просто тяжелая позиция вот после ладья d1 слон b7 конь b3 здесь достаточно было взять на b3 и сыграть d5 разрушая не разрушая открывая линии и добираясь до слабых пешек белые не успели закончить развитие корчной сыграл чуточку слабее и пикет сумел соскочить на ничью в 1991 году я сыграл а6 и получилась примерно равная позиция но тоже ход ферзь g6 неточный точнее было сначала слона на b7 направить после ферзь g6 он сумел с этого слона фианкетировать на g2 слон стоит отлично позиция примерно равная однако через какое-то время то есть вот эта позиция примерно равная последовал неудачный ход конь d3 и черные захватили инициативу брать на b5 нельзя там ладья на c1 стоит и на коне a4 как можно было не пойти d5 это для меня загадка то есть сказывается что не так часто вообще играю а уж ежовые позиции и вот эти вот позиции совсем редко ну d5 самый логичный ход ради этого b5 и проводят после же король е8 последовало е4 и дальше тоже были стандартные для цветнота качели то есть мы оценка шаталась туда-обратно здесь равенство через пару ходов последовал щедрый подарок я забрал на g3 это стопроцентная строчка здесь стоило включить ход f5 шаг отогнать короля но я сразу забрал на h4 ну эта позиция все равно выигранная совершенно выигранная просто у нас на ладья h6 просто обязательным являлся ход ладья c2 и потихонечку пешка h2 решает ужасный ход слон g1 сделал позицию ничейной но ничья у нас обозначается смешным знаком равно эта позиция неравная особенно в близ пешка d достаточно опасная пешку аж задержала белая ладья заищаться черными чуточку сложнее и я с трудностями защиты не справился короля надо ставить на c6 для того чтобы ничья была после король d8 позиция уже тяжелая у меня упал флаг но и после сильнейшего h1 ферзь ну там угрожал мат на h8 позиция черных достаточно неприятно хотя скорее всего она держится пешка d6 пешка a2 обе подвисают вероятность того что черные тут могут спастись очень высока король к пешке d тоже не проходит итак после трех партий счет 2-1 не в мою пользу и это несмотря на нелогичный выигрыш в первой партии ну в четвертый победить удалось хотя я совершенно безобразно снова в овском гамбите вот в этой линии в основной так дайте-ка я тут тоже восклицательный знак поставлю чтобы помнили что это сильнейший ход снова пошел ферзь е2 и снова не поставил коня на b5 но это смешно просто забыл эту идею решил на этот раз отправить коня на c4 очень быстро такая идея есть но после ферза 6 у черных полный порядок белым надо меняться и здесь идет игра на встречных курсах то есть может быть у белых и лучше а может и нет одну пешку черные точно быстро отыгрывают если отыграют пешку а то пешка b2 проходной считаться не может если отыграют пешку е4 то в опасности пешка d5 будет а если ее сумеют отнять то у черных побежит вперед центр ну ход ладья е1 ужасный после конь е5 черный конь лес на d3 боюсь что у меня тут были серьезная неприятность последовала ладья b4 и после разменов снова был сильный ход конь е5 с идеей проникнуть на d3 ну и здесь был ход конь е5 но виталий отправил коня другого на d3 и этот конь просто не дошел опять конь е5 после коня 2 белые и поле d3 прикрыли и поле и ладью с b4 согнали все все черные фигуры идут назад эту позицию снова можно оценить как выигранную железо считает что самым точным ходом является е5 и ладья d3 сейчас слон встанет на c3 пешка опять надежно защищена у черных нет никакой активной игры на ферзьевом фланге а белые уже прорвались по центру я предпочел слон c3 ход ли ну менее точный но оценка не меняется здесь по мнению железо стоило избыточно укрепить пешку d5 защищаясь там от е6 или скорее от f5 но я сыграл же 4 также в надежде воспрепятствовать ходу f5 возможно именно так черным и стоило сыграть f5 прямо здесь хотя там пешка е7 пока подвисает может и не стоило последовала ладья b8 g5 я отлично понимал что у меня прекрасная позиция но ладья b3 ход не поднял то есть то что надо по тяжелые фигуры блокирующие проходную пешку менять почему-то до меня не доходило ладья 4 тем не менее видно что позиция выигранная и дальше я достаточно уверенно довел партию до победы давайте так партию можно будет посмотреть там никаких нареканий у меня нету уже разве что где-то мог сыграть чуточку как как обычно точнее по мнению компьютера вот но почему по человеческим меркам все было хорошо чуть-чуть чуть-чуть почищу пока значит снова у нас возникла карлсбатская структура ферзевого гамбита из моей попытки снова сыграть защиту немцовича и снова ладья c1 и снова я здесь указал несколько вариантов на тему слон бьется ты ладья бьется 3 h6 а сыграл сам слон е7 про слон d6 я в этой партии даже не упомянул ну и снова получил похуже е3 рокировка слон d3 на этот раз я ходу бы 4 воспрепятствовал путем опять дело в том что белый бы 4 конечно проведут но и теперь придется уводить ладью на b1 то есть они ставили ее на цене и возникнет известная теоретическая позиция ферзевого гамбита ладья е8 конь е8 это все логично здесь более популярными ходами являются конь е5 и h3 я привел пару партий виталий сыграл ладья b1 и если бы я пошел слон е6 то мы могли прийти к партии матлаков-бродский молодой максим матлаков 2006 году уверенно сделал ничью опытным тренером женской сборной украины михаилом бродским белыми с позиции силы естественно то есть него было на 100 с лишним пунктов рейтинга меньше но шансов на победу не было чем плох вариант для черных очень непросто выиграть без помощи противника редко удается я применил опять же тот же самый старый план с разменом белопольных слонов и у черных чуточку похуже в этой позиции самый популярный ход конь е5 утешает что на эту позицию шоу василий михалыч иванчук против тачника и даже имел с ним где-то шансы на победу тачник прокомментировал эту партию она закончилась ничью вот вместо конь е5 последовала ладья fc1 и в общем-то белое чуть-чуть здесь подавливают хотя ничего страшного для черных как я уже говорил нет примерно то же самое что и в партии номер один с этого матча черным нужно не забыть поставить пешку на h5 в какой-то момент ну при ферзях они ходу g4 не боятся а вообще при первой же возможности обратите внимание я поменял пушки и поставил пешку на h5 в принципе можно считать эту позицию ничейный хотя белое чуть-чуть давят с переменной цвета я такие позиции очень люблю играть переменной цвета они возникают из разменного варианта защиты каракан ну в смысле что у черных карлсбасская структура у белых вот слабая пешка c6 тем не менее виталий тут дал мне шансы побороться за победу проведя но он стоял на месте потом видит на пешку c6 напасть толком не удается и провел е4 после е4 у меня была такая интересная возможность пожертвовать фигуру за три пешки ну и здесь допустим разменять ферзей чтобы ферз с двумя конями случайно мат не влепили внутри пешки здесь точно не хуже фигуры другой момент что вряд ли можно серьезно рассчитывать на победу но после коней 7 как-то очень скучно мы пришли к ничьей скучно но закономер следующую партию я уже вот снова у нас возникла позиция давайте с нее и начнем с 12 хода а4 ферз b6 вовский гамбит и я уже применил расстановку сакаева рязанцева ферзя поставил на c2 проход коль бы 5 я так и не вспомнил но ладья 3 ход вполне тоже неплохой виталий сыграл очень правильно он немедленно коня b5 разменял иначе контр игры нету хода слон d2 у белых нет висит на b2 но после b3 пешку b3 продавить невозможно слон d2 прикрыл поле b4 коль d7 его активизировать крайне сложно и виталий решил что его надо разменять теперь у белых появилась появились шансы на атаку то есть можно было уже пойти аж 5 нажав разменять единственного защитника партии последнего тура вы увидите что атаки по линии аж могут быть опасными партии последнего тура извините заговариваюсь пишу ролик все-таки после работы в последней партии матча да вот здесь стоило пойти аж 5 попытаться дать мат но ферзь c4 тоже неплохо и в целом эту партию я вел очень очень мне кажется хорошо то есть после ферзь d3 он считает что это легкая победа мощная отдаленная проходная активную ладью c5 белой путем ладья c1 могут разменять и пешка идет пожалуй комп прав я сыграл ладья а4 эта позиция тоже с перевесом с большим перевесом просто на е3 совершенно напрасно взял и фи совершенно нормальный ход и в 4 и отнимать пешку королем ладья d3 королем отняли слон е1 защищает обе слабые пешки белых слон и в 6 не способен включиться в борьбу с пешкой опять видимо позиция черных безнадежная после хода фи у белых тоже выигранная позиция но уже выигрыш более сложен здесь надо было вернуться на е2 с тем чтобы потом уйти королем на f1 и на ладья b3 сбить блок с пешки а я пошел король f3 своими руками попытался партию проиграть здесь легко выигрывала король c2 король d1 с неизбежным ладья c6 я же побежал королем на b5 и сейчас был фантастический выигрыш но я мог его найти только зевнув ладью то есть я же шахматист серьезный я ладью зевнул но потом позднее тут я еще не созрел до зевков дело в том что после слон да что ты будешь делать после ухода слон d2 белые отыгрывают качество остаются без фигуры и связи с невозможностью хода слон d4 получают неожиданно выигранную позицию это для меня было настолько удивительно пока черные будут отдавать слона и забирать пешку а нападут на пешку а белая уже отыграв слона дадут шах по линии и заберут пешку е7 даже приводить вариант не буду все достаточно понятно а6 ладья b3 ладья b4 позиция все еще выигранная здоровая лишняя далеко продвинутая проходная ладья a11 существенно затрудняла эту победу то есть заставляла работать и работать но последовало слабая ладья a2 и стоило здесь защитить пешку g3 освобождая слона для того чтобы поддержать короля пешку и после прорыва е5 у белых выигран с пешкой е7 еще проблемы начинаются я же сыграл король b6 то есть зевнул ладью но немножко но не зевнул не ладью а зевнул зевнул все пешки зевнул размен после этих разменов шансов спастись нету на е7 не нападешь в общем черные свои слабости легко защищают а белые ну никак не могут и и так снова вышел вперед виталий и в следующей партии я решил на него напасть гамбитом блюменфельда гамбит очень рискованный к тому же я давно его не играл и поэтому на 4 сделал тут же очень слабый ход просто обязательным является ход b4 после чего у белых должно быть лучше но у черных есть определенные тактические идеи ну так же как допустим в защите бинони черные добровольно идут на худшие позиции но есть известная динамика здесь она тоже есть она хуже чем защите бинони но есть я же сыграл бы а чтобы вскрыть линию б и ходом ферзь бьетач в пире меня стояли перед могли поставить перед серьезными проблемами слоном закрываться не хочется потому что белый ферзь может отправиться там при случае на б-7 а если закрыться конем на ладья б-8 белые заберут на а6 и у них явно лучше а на ладья а7 эту позицию тоже я думаю оценит любой более-менее квалифицированный шахматист правильно я виталий сыграл конь c3 то есть мне повезло что он решил брать не ферзем и ладьей может быть не видел заползание на c6 или решил вообще нет не связываться с этими заходом во вражеский лагерь ферзем а решил спокойно методично надавить на пешку а6 и отнять вместо ладья и 8 черных была возможность начать игру против пешки d5 то есть слон при случае на б-7 встает или на 6 и разменивается а может быть надо 7 и потом а4 и черное пространство захватывают на ферзевом фланге то есть здесь у черных уже контр игра вполне вполне такая ощутимая я сыграл ладья и 8 это неудачно тут стоило пойти коль бы 6 попытаться продавить пешку d5 мест вообще очень здорово в детстве в юности играл такие позиции андрей волокитин то есть где-то в начале нулевых есть просто есть ряд великолепных партий сыгранных им в гамбите блюменфельда я учился у него несмотря на то что был тогда в два раза его старше почти что ну как вы видите учился недостаточно хорошо вместо конь b6 сыграл ладья бы 8 защитил пешку а6 и здесь вместо а6 с попыткой то есть черные должны действовать агрессивно они должны пытаться получить активную игру я же сыграл коль бы 8 ну это в общем то не та игра у белых теперь ну стоило белым сыграть ладья д1 потом где-то подготовить е4 поставить пешку на b3 слона на c4 и потихоньку давить дальше может быть ориентироваться на проведение е4 е5 после слоны в 6 эта позиция тоже у черных не сахар но совершенно для меня неожиданно виталий видимо находясь благодушным настроение от того что повел в счете зафиксировал троекратное повторение так следующая партия виталий сам решил сыграть со мной ферзевый гамбит причем я ему разрешил сыграть защиту немцовича тоже он решил пойти d5 но здесь карлсбадский вариант более опасен здесь от черных требуется более точная игра аж 3 такой коварный ход по моему в данный момент и считается основным и на коне 8 самый популярный ход здесь длинная рокировка сток фиш очень хорошо относятся к идее короткая рокировка с атакой пешечного меньшинства есть неплохой ход g4 очень интересный я сыграл слон и в 4 такой ход тоже встречался например она гильдыев будущий гроссмейстер 1988 году в далеком очень серьезно давил на позицию евгения глизерова ну правда пробить не смог виталий сыграл слог d6 в этой позиции гроссмейстер и стратеску в лугана в 2013 году вернулся слоном на g5 и после слона е7 вернулся к плану g4 но я не настолько силен я поменял слонов и рокировал в длинную сторону хотя комп считает что после ладья b1 у белых небольшой стойкий перевес характер ну примерно как вот в первой и пятой партии матча должен быть по мнению компьютера характер борьбы то есть белые чуть-чуть подавливают черные отбиваются я сыграл поострее длинная рокировка и выяснилось что виталик такой игре не очень готов сильнейшим комп считает ход конь е6 ход опять просто потеря на мой взгляд времени и создание ослаблений потому что вот белые создают серьезные угрозы а черные не пойми чем занимаются то есть угроза а3 же не опасно а тут ход а4 вообще к тому же является зевком пешки то есть осталось проявить незаурядную технику ферзь c5 позиция уже совершенно выигранная все лишнее поменяли но снова я ее умелыми действиями чуть было не довел до ничейной значит вот здесь вот сейчас важный момент на конь c7 надо было пойти b4 забрать на а3 а в случае конь b5 прорваться d5 ай-яй-яй-яй-яй значит последовал f6 в общем я пошел конь е5 это не точность и дальше виталий очень здорово заищался серия ходов которые одобряют комп а я их просто не видел то есть король смело встал на g7 и ничего не боится мне казалось что какие-то отскоки могут быть но тем не менее стоять вот под таким давайте перефразирую находиться в противостоянии с такой опасной ладью крайне неприятно и последовало решающая ошибка последовало король f7 после f5 конечно белым еще выигрывать и выигрывать несмотря на лишнюю пешку дело в том что ладья с d3 не имеет права должна стоять на своем месте чтобы не пустить коня на поле c3 белое по сути играют без короля и на деле позиция здесь на три результата вовсе не на 2 хотя перевес у белых а после короля f7 белый конь проник на f5 и здесь уже все очень просто и моей техники хватило по и не заварят незаурядные повторюсь техники хватило для того чтобы добить противника следующая партия следующая партия виталий меня так счет у нас стал равным 44 и виталий меня порадовал лондонской системой я избрал ход слон е7 основным ходом является слон d6 слон е7 с незамысловатой угрозой сыграть конь h5 основной ответ белых здесь h3 тут на конь h5 слову слон мог сбежать а после слон d3 конь h5 у черных уже все в порядке можно было сделать ничего таким образом незамысловатым хотя он прислание на е5 может быть черные могут взять его пойти же 6 но или сначала разменяться на d4 потом взять на е5 и после df сыграть g6 возможности борьбы есть на мой взгляд не опасно для черных dc что ты будешь делать выскакивая всякая ерунда вот виталий отступил на g3 основным ходом то есть чаще всего здесь встречалась коль бьет g3 лучшую так нормальным является ход рокировка на g3 взять успеем всегда неплохим является ход ферзь b6 не определяясь пока с королем лучшая статистика ухода который сделал я g6 белые набрали 22 процента очков ну и g6 играли очень многие сильные шахматисты я привел партии то есть несколько партий в которых это было они все вклеены в файлике вы их найдете итак в этой позиции против ротштейна играли ладья d1 но ход слон е5 мне кажется более логичным мне в свою очередь стоило сыграть ферзь b6 попытаться вынудить три ноля потому что здесь идет просто накат я предпочел и в 6 ход неплохой но на слон же 3 ферзь b6 уже надо было пойти черт меня дернул здесь взять на g3 ход ужасный у белых заработала ладья на и в 5 естественно же 4 у черных накат на ферзь на фланге вроде бы есть но там нет белого короля то есть я не заставил его там оказаться ай-яй-яй b5 ход слабый надо было укрепить позиции в центре не пустить коня на е5 коня со 6 от всякой тактики защитить на ход ферзь d6 стоит обратить внимание то есть поле е5 очень важно сейчас увидим почему после же еф я-то считал что у меня дармовой заезд если честно серьезно переоценивал позицию слабый ход опять могли ударить а4 дело в том что на б4 есть удар конь бьется 4 dc ферзь бьется 4 шаг сняли коня на c6 ну понятно что dc бы я не пошел но у белых лишняя пешка и в общем то есть шансы создать атаку на королевском фланге виталий поставил коня на е5 и вот эта позиция у белых уже она стабильно лучше то есть коня на е5 я не имел права допускать поэтому еще раз важно было поставить ферзя на d6 забыл я про поле е5 к сожалению хотя конечно петросяновские лекции изучал внимательно есть у петросяна книжечка такая шахматные лекции там 10 лекций одна из них почему я люблю ход слон g5 и там вот этот тип позиции разбирается тут я еще ошибся ходом b4 и после g4 у белых форсированный выигрыш я его во время партии видел а виталий не нашел он мог взять белопольного слона забрать на g6 дело в том что нельзя бить hg из-за ферзь h2 с неизбежным матом на h8 виталий пошел cd и начались качели то есть вот эта позиция с взаимными шансами можно согласиться на ничью но виталий проявляет боевитость зевая пешку лишь бы была борьба то есть молодец мне как бы очень понравилось что он был очень боевой но здесь ходом ладья c7 черные конечно получали огромный перевес потому что обе пешки защищены ладьями есть козырь в виде пешки а что есть белые не могут перейти в пешечные но центральные пешки они не пройдут их и один король задержит есть позиция черных видимо выигранная я поставил ладью слабо на d7 хотя здесь еще мог исправить ситуацию вернуть ладью на c7 разменной на 4 проигрывает так как пешка доходит до c2 и так это извините пешка доходит до c2 и белые не смогут пешка встает на h5 и белые не смогут перейти в пешечные никогда из-за того что пройдет пешка аж а если они будут держать короля на g3 то черные просто пойдут королем по белым полям пешки c2 вместо этого ужасный ход ладья а7 теперь ход c3 еще делал ничью напоследовал еще один ужасный ход король е6 грозит мат неожиданно очень красиво тем не менее после ладья f7 и g5 позиция совершенно ничейная что ну как совершенно ничейная с шансами даже на победу у черных ладью сзади проходной так как может гроссмистер не поставить даже в блиц ну непонятно мне ну c3 c2 c1 грозит после король е4 е6 уже спасения нет ладья идет на е5 и там 100 пешек легко проходят и так перед последней партией виталий ведет со счетом 5 4 и принципиально идет ворский гамбит здесь я снова вместо конь b5 играю ладья а3 он ведет коня на c7 но здесь конечно надо было пойти аж 4 но после конь b5 забывает сыграть конь c7 и позиция становится реально безнадежной особенно после хода конь b8 вместо слон d2 кстати интересно было закинуть коня на c4 и просто укрепить его путем b3 тоже очень безрадостно у черных сейчас пешка аж отправится чернопольного слона путем слон b2 в нужный момент белые разменяют я сыграл слон d2 по плану и после ужасного конь b8 слон c3 у черных железо оценивает проигран и это проиграно было до конца партии самое простое было взять на g7 пойти аж 5 и нет защиты от ферзь d2 или если черные возьмут на b2 то ферзь d3 защитили коня ферзь е3 и ферзь а6 то есть тут матовая атака здесь тоже матовая атака после размена самое четкое было е5 и ферзя туда подкинули тоже очень быстро белые должны выиграть но я играл может быть не очень четко но исключительно надежно выигрывал то есть эта позиция совершенно вы ну как может гроссмейстер не найти ладья аж восемь с матом это загадка после кони е6 конечно тоже позиция белок совершенно выиграна можно было сыграть например ладья а1 с идеей построить батарею из трех тяжелых фигур по линии аж пользуясь тем что есть пешка на е6 и просто далее разменяв ферзей дать мат по полям h8 и аж и но я сыграл тоже мне кажется очень хорошо сильный ход е5 подключил ферзя атаки сейчас надо было пойти c4 закинуть ладью на f7 наиболее простой способ дать мод вместо этого я взял на же 6 что тоже неплохо привел ладью на бассейн и а сейчас отправлю вторую ладью как можно здесь не выиграть это вообще загадка ладья же 4 нормальный ход и поменяй просто ферзей и направь ладью на h1 ферзи 5 тоже выигрывает красивая жертва ферзя тоже выигрывает но почему же я отпустился на б7 когда я взялся за ладью и увидел что вот сделав вот такой ход еще не отпустившись то будет ферзь а8 почему уж не взять на е7 и все и пешка прошла ну фантастика то есть такое жесткое наказание за расслабленность в общем-то хороший урок надеюсь что в следующем матче с виталием все уроки про которые я вам здесь рассказал я учту и хотя скорее всего у нас будут другие дебюты и белыми и черными дело как вы видите здесь было вовсе не в них не в дебютах ну что ж всем спасибо за внимание матча проиграл 64 но тем не менее не расстроен до свидания